Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. И сейчас у нас конец августа месяца по всей, не только по Италии, но еще и по России. Поэтому начинают все задуматься о школах. И сегодня я решила немного рассказать про школы Италии. Когда начинаются школы и как в них какие новые законы в связи с коронавирусом COVID-19. Как всем известно, что в России школы начинаются с 1 сентября. Везде, причем по всей огромной нашей России. В Италии школы открываются не везде одинаково. Это зависит от морского сезона. То есть если на севере Италии, там Милан, Торино и так далее, немного похолоднее, закрывается туристический морской сезон пораньше. Поэтому школы где-то открываются 15 сентября, не с первого. От 15 и дальше. Здесь у нас в Вереджии центр, где море немножко теплее. Поэтому туристический морской сезон немножко продляется. И в этом году школы начинают открываться 23 числа. Потому что у нас здесь в центре, как в Вереджии, где-то в центральной части Италии, начинаются выборы 21-22 сентября, региональные выборы, то есть муниципальное образование. Как обычно, выборы происходят в школах. Поэтому 23 сентября школы начинают открываться после выборов. Это все дезинфицируют как следует. И потом можно будет открывать школы для учеников. Какие новые законы в этом году в связи с COVID-19? До 6 лет всем ребенкам не обязательно носить маски в школе. То есть вообще можно их не носить. После 6 лет в школе все дети обязательно нужно надевать маски. И в течение дня, в течение учебного дня их нужно носить. Плюс еще что. Очень было интересно мне послушать то, что дети не обязательно должны делать тест на коронавирус. То есть вообще им это делать не нужно. Но что самое интересное, и даже преподавателям тоже не обязательно делать тест на коронавирус. Конечно, это мне очень удивило, потому что я считаю, что преподаватели должны пройти тест. Они все взрослые. Но написано, что преподаватели могут пройти тест, если они сами пожелают. Если не пожелают тест на коронавирус, преподавателям проходить не обязательно тоже. Плюс, как будут сидеть дети в школах. Сидеть будут дети каждый за партой. То есть один человек за партой, один человек за столом. Везде. То есть это по всей Италии одинаковые правила. Ну и все практически вот эти вот новшества, которые в этом году. А вообще я еще хотела уточнить то, что до третьего класса, как у нас до четвертого класса, маленькие детей обязательно сопровождают родителей. Передают из рук в руки своему преподавателю. Или из рук в руки преподают школьному автобусу, школьному водителю, который тоже везет детей в школу. Ну и я хотела отметить, что в основном в школу возят мамочки с утра пораньше с детей и передают из рук в руки. И потом также в обеденное время их встречают, потому что в школах здесь обеда нет. И детей забирают в обед. Мамочки также на машинах. И кормят их дома. И делают с ними уроки. И участвуют, так сказать, в развитии своего собственного ребенка. Потому что мамочки здесь почти не работают. Если мамочки работают, значит, они для этого дела находят себе бэбиситтер, который забирает ребенка из школы. Потому что обязательно нужно тоже так же, как привел, так и забрать тоже из рук в руки. Ну, в общем, приблизительно вот такое вот новшество в Италии. А хотела сказать, что в России уже дети тоже подготавливаются к школе. Какие-то покупаются новые пенальчики, новые рюкзачки. И это тоже, конечно, все весело. И новое общение. И потом они рассказывают, как прошло лето, кто ездил, кто что видел. Это тоже очень интересно. Я просто вспоминаю свои школьные годы. Обязательно в школе в какой-то... Ну, девочкам это какую-то новую юбочку или какое-то новое платьишко. И какое-то что-то там... Раньше была форма, значит, бантики новые и какие-то новые воротнички. У меня мама очень красиво делала воротники красивые на школьные платья. Поэтому все были модные и все красивые. Ну, и, конечно, очень много впечатлений от летнего отпуска. Всем нужно все рассказать, поделиться этим опытом, поделиться, где кто был и где еще будет. Потому что в сентябре некоторые тоже едут еще на море. Ну, вот приблизительно вот так. Вот я хотела рассказать о школе, которая в Италии. Ну, всем привет! Всех вас люблю! Всех целую! И начало учебного года! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok